Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Записываю видео на рассвете, но слишком облачно, солнце не видно. В этом видео сделаем теханализ биткоина, эфира. Рынок упал только что. Павел Дуров, основатель Телеграма, был арестован во Франции. Он гражданин нескольких стран, России, Франции, еще вроде Эмиратов, прилетел во Францию на своем самолете и тут же арестовали. За то, что в Телеграм нет цензуры. Это сумасшествие. Он недавно, кстати, давал интервью Такеру Карлсону. Посмотрите это интервью. Крутой чувак этот, Павел Дуров. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик и давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Рынок упал на тех новостях, что Дурова арестовали. Покет минус 4%, BNB минус 2%, а Тон упал сильно. Давайте посмотрим прямо сейчас. Упал на этих новостях. Основатель Телеграм, он же основатель Тона. И посмотрите, какое падение на тех новостях, что его арестовали. Тон упал с 7 долларов. Упал с 7 долларов на 4 доллара, затем отскочил к 6. Сильная поддержка на Тоне, если... В общем, здесь была поддержка на 4,70. А нет, это было еще 2 недели назад. Там на самом деле не было пока что отскока. Смотрите, сегодня. Бдыш упал такой. На 5,40. Примерно там и остался. Можно все равно поставить на 4,70. Ордера на покупку на всякий случай. Биткоин теперь. 63 800 долларов. На новостях, что основателя Телеграм арестовали во Франции. Посмотрите, несколько часов назад, что было. Падение, как вышла эта новость. И сразу начал восстанавливаться. 3 часа назад, смотрите, арестовали Павла Дурова, основателя Телеграма. И биткоин упал на 63 500 долларов. И затем был отскок. Но тут на самом деле и не сильное падение на этих новостях. Но зато на часовом мы видим огромный бычий флаг. Хороший бычий флаг такой. И биткоин готов выходить из него вверх. Цель этого бычьего флага на часовом таймфрейме. Цель по выходу из этого флага 67 000 на часовом. По бычьему флагу. 67 000 долларов. 66 900. Но давайте все-таки перейдем на недельный. На недельном мы видим 3 больших бычих паттерна. Это гигантская чашка с ручкой. Всему этому я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Затем у нас бычий флаг. Тоже отличный бычий паттерн. И этот нисходящий расширяющийся клин. Тоже бычка. Итого 3 хороших бычьих паттерна. Стохастик направлен вверх. Заходят хорошие торговые объемы. Криптогуру бот все еще держит сигнал на покупку. Этого бота вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Ссылка в описании под видео. Он дал этот сигнал еще в феврале прошлого года. Биткоин индикатор бот дал сигнал на покупку. Раньше дал сигнал на продажу. А теперь дал сигнал на покупку. Интересно. Теперь опускаемся на дневной. Здесь выходит верх из этого бычьего флага. Говорил об этом флаге несколько дней назад. Бычий флаг формируется на графике. И нисходящий расширяющийся клин тоже на графике. Это то же самое, что на недельном я показывал. Такой же паттерн. И уже вышел биткоин из этих фигур. Ровно так, как я и предсказывал. Первая цель была на 64 700 долларов. И биткоин уже дошел до этой цели. Уже коснулся, смотрите. Поднялся на 65 тысяч. Но стахастик на дневном. В перекупленности. Но мы видим на графике бычий флаг. Поэтому я позицию не закрываю. Теперь переключаемся на 4 часа. Тоже тут все красиво. Если вы еще не зашли в сделку, то лучше подбирать на уровне поддержки. Не нужно покупать прямо сейчас. Иначе, если будете так заходить, то будет выбивать стоп-лоссы. На мой взгляд, лучше заходить от поддержек. Я бы открывался на 61 891. Может быть, еще какие-то плохие новости. Стоп-лосс на 61 361. Тейк профит на 104 тысячи долларов. И сильный уровень сопротивления также на 88. Риск 529 долларов. Заработать можно 45 тысяч. Еще раз, где вы так можете зарабатывать? Вот расскажите мне в комментариях, напишите. Ну где еще такие возможности? Риск всего 500 долларов, а заработать можно 45 тысяч. С десятым плечом 450 тысяч. Можно намутить. Вот такую сделку я бы открывал на биткоине. Теперь я покажу вам свой торговый аккаунт. На сколько там? 637 тысяч долларов. На этой неделе-то я хорошо заработал. Опускался на 568. Значит, у меня плюс уже. Сколько? 69 тысяч долларов. Заработал на этой неделе. Отлично. Сделка по биткоину в плюсе на 34 700 долларов. И опять же показываю свои гениальные трейды. Где я продал и где купил. Там несколько недель назад я всех предупреждал. Затем все упало, я купил. Теперь я в плюсе на 34 700 долларов. Ставка финансирования стала уже позитивная. Поэтому я уже начал платить за удержание этой позиции. Я плачу примерно 75 долларов с такой комиссией. Размер позиции 316 тысяч долларов. На балансе 637 тысяч. Биткоин. Чуток в минусе. Доджкоин. Тоже MCRT. Плюс 2,8 процента. Прекрасно. Я покупаю много MCRT. Но это не финансовый совет. Проводите свои исследования. Юнисвап чуток вниз. Ворлдкоин плюс 2 процента. На ворлдкоине у меня 23 тысячи долларов. И кстати посмотрите на мои гениальнейшие покупки на ворлдкоине. Вот зацените. Я всех предупредил и продал. Перед падением. Я продал по 2 доллара 10 центов. И затем я купил внизу. Взял по... По чем? По доллар 48. Поэтому я продал получается по 2,10. По 2,20. А купил по доллар 48. Прекрасно. Шикарно. И что я держу на этом аккаунте? Ворлдкоин на 4,4 процента. USDT 19 процентов. Биткоин 29 процентов. Доджкоин 14. MCRT 13 процентов. Юнисвап 12. Эфириум 3,7 процента. Теперь давайте сделаем теханализ Юнисвап. И затем почитаем комментарии. MCRT плюс 3 процента. Ворлдкоин плюс 2,7. Солана плюс 4. И давайте открывать... Что там? Юнисвап. 6 долларов 90. Тоже падает на этих новостях, что Павла Дурова арестовали. Видите, упал. Также на графике я сходу вижу бычий флаг. Вот он, бычий флаг. И цель по выходу из этого флага на Юнисвап будет... Чик. Сколько получается? Это 7 долларов 70 центов. 7,70. Это цель по выходу из бычьего флага на Юнисвап. Давайте перейдем на дневной. Здесь вы видите большой гигантский нисходящий клин. Внутри создается давление. Давление. Это почему я и покупал. Жду выход из этого клина. Но хотя мы должны пройти еще 70 процентов длины. Потому что-то типа такого будет. Где-то в октябре дойдет до трендовой. Затем упадет. И затем пошел вверх. Но то, как я закупил Юнисвап, это просто гениально. Если вы видели, я красава. 7 долларов 73 цента. Цель по выходу из бычьего флага. Но там еще и другие цели есть. На 7,70 сопротивление. Но я там фиксироваться не буду. Я буду фиксироваться на 13 долларов. И затем 18 долларов. Я вам покажу сейчас, как гениально я затаривался. Юнисвап. Вот, смотрите. Здесь я продал. По 7 долларов 20. Перед падением. Купил это внизу. По 4,70. Я просто трейдер от бога. Лучший трейдер в мире. Вот реально. Нет таких больше трейдеров. Никто так больше не торгует. Тоже гениальнее уже некуда. Ну что ж, теперь давайте... Давайте теперь... Твиттер. Подпишитесь на мой твиттер. 86 тысяч 900 фолловеров. Это два дня назад. Я снова все предсказывал. Я говорил о том, что биткоин будет расти. Весь рынок падает. На новостях, что арестовали основателя Телеграм. И это правда. Илона лучше в Европу пока не летать. Арестован Павел Дуров. Основатель Телеграм. Ютьюб считает, что наш канал Симпли Биткоин опасен и вреден. И банит за упоминание о биткоине. Идите на мой твиттер, Джеймс Криптогуру. Только не перепутайте на настоящий идите твиттер. С такой синей меткой верификации. Джеймс Криптогуру. Короче, идите на мой твиттер. Найдите вот это сообщение от Симпли Биткоина. Это неправильно, что Ютьюб их забанил. Это сумасшествие. Забанить Симпли Биткоин – это огромная ошибка Ютьюба. У них самый высококачественный и легитимный контент среди этого моря скамеров. Верните их обратно. Это небольшой трейлер. История Блейзи. Персонаж из игры Magicraft. Когда ты создаешь мечту, тебе нужна команда мечты. MCRT – это команда мечты. Трамп сказал, что он будет создавать независимую организацию, которая снова проведет расследование убийства Кеннеди и покушения на самого Трампа. А также эта организация разберется с ковидом и вакцинами. Это хорошо для всего мира. Давно уже нужно было такое сделать. Через два месяца война между Россией и Украиной закончится. Дональд Трамп говорит. Момент, когда Трамп выиграл президентскую гонку. И теперь давайте почитаем ваши комментарии. Что плохо подгружается. А, ну вот. Привет из солнечного Таджикистана. Я регулярно смотрю твои видео. Сделай, пожалуйста, теханализ сага. Чувак, ну вот объясни, как ты можешь заработать 48 тысяч из 580. Да еще без плеча. И что не догоняю. Хороший вопрос, Мартин. Объясняю. Биткоин стоит 63 920 долларов. Если бы он сейчас вниз полетел, я активировал бы эту заявку на 61891. Например, на один биткоин. И мы ставим стоп-лосс на 61361 с риском 529 долларов. То есть в этой сделке максимально, что вы можете потерять, это 529 долларов. Например, я хочу поставить заявку на биткоине прямо сейчас. На 1000 долларов, скажем. И я хочу купить тогда 0.015 биткоина. Такая будет заявка, правильно? И теперь мне нужно поставить стоп-лосс. Перед тем, как я захожу в рынок, нужно все это поставить. А, это потому что у меня уже, уже у меня открыта позиция. Ну тогда, хорошо. Давайте, например, я собираюсь купить еще на 500 долларов биткоина. На, я не могу, потому что у меня уже активная позиция. Но тейк-профит, например, если бы я на 88 тысяч тейк-профит, то тогда я бы из 500 долларов заработал 3686. И, например, я ставлю стоп-лосс на 61 тысячу, 61,361. И тогда риск у меня получается 389 долларов в этой сделке. А заработать я могу 3686 долларов. А если бы, например, я поставлю тейк-профит на 104 тысячи долларов, риск у меня по-прежнему 389 долларов. А заработать я могу 6134. И это без плеча. Если я поставлю 10-е плечо. А, так это уже 20-е плечо. Это, ну, короче, такие риски, такая прибыль. Но это на 500 долларов я всего захожу. Давайте, если, например, один биткоин я покупаю. По 66,588. И ставим тейк-профит на 104 тысячи. И стоп-лосс... Упс, подождите, неправильно. 104 надо. 104 тысячи. И я ставлю стоп-лосс на 61,300... Че там я говорил? 61... Сколько? 300... 361. 61,361. И вот теперь смотрите. 61,361. Риск теперь. А, это потому что... Короче, я не могу вам показать. Потому что у меня открыта эта позиция. Но вы ставите стоп-лосс. Если вы поставили стоп-лосс и риск 500 долларов, то тогда вы рискуете всего 500 долларов. Затем, если биткоин вверх идет, то вы зарабатываете тогда. Вот так это работает. В следующий раз уже по-человечески расскажу. Когда закрою же эту текущую позицию, либо можете посмотреть там мои ранние видео, где я там все это делал. Там я на полмиллиона открывал сделки. Можете где-то найти это видео. У меня на канале. Джеймс, как купить твои курсы? Ссылка есть в описании под видео. Сделайте ханализ Покета. А вчера вроде бы я делал. Джеймс, привет из Пакистана. Смотрю твои видео уже два месяца. Твои сигналы самые лучшие. Ха-ха, это флаг Германии, а не Испании. Испания вот такой. Да если бы я просто купил биткоин на споте по 15 тысяч в декабре 22-го, я бы заработал больше, чем по твоим торговым сигналам. Я буквально купил биткоин. Ровно по 16 тысяч брали. Тогда у меня на балансе было 150 тысяч. Мы тебя любим, борода. Спасибо взаимно. Благодарю за те знания, которыми ты с нами делишься. Вчера фиксанул прибыль. Жду следующей точки входа. Ты мне помог сохранить деньги на прошлом падении. Я все продал по твоему совету. И отлично перезашел. И теперь собираю профит. Потрясно. Поздравляю. Отлично. И также присоединяйтесь к моему телеграмму. Ну я думаю, что на сегодня уже достаточно. Биткоин, Юнисвап и эти новости про основателя телеграм, которого арестовали. Всем хорошего дня. Спасибо, что посмотрели. Крутая еще штука, слушайте. Со своей подружкой такое делаю. Если мы друг на друга сердимся, то делаем такое миримири. Мизинцами. Хороший способ для отношений. Такое миримири. И все нормально. Потому что жизнь короткая. Нужно каждый день наслаждаться. И мы не знаем, что будет завтра. Жизнь коротка. И еще многое меняется. Поэтому наслаждайтесь сегодняшним днем. Текущим моментом. И людьми, которые вокруг вас. Потому что жизнь меняется. Всем хорошего дня. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok